Он 31 раз был на Северном полюсе. В 1995 году получил звезду Героя России и стал первым полярником с этой медалью. Как признается сам Михаил Малахов, стать или не стать полярником выбирал не он, выбирала жизнь. Он всегда жил по принципу выбирать самую трудную дорогу. Для него она проходила через льды Северного Ледовитого океана. Я побывал и за Северный полярный круг, и за Южный полярный круг. Ну, понимаете, это не сама цель там побывать. Вот что-то интересное сделать, что-то полезное. Одно дело, наша научно-исследовательская экспедиция с изучением истории полярной, да. Второе, это вот действительно экстремальная экспедиция на Северный полюс, пересечение Северного Ледовитого океана. Международная экспедиция к Северному полюсу от берегов Канады, о которой идет речь, состоялась 30 лет назад. Там Михаил Малахов выступил в роли врача. Он также проводил медицинский эксперимент по теме адаптации человека к экстремальным условиям. Кто-то должен быть первым, говорит он, прокладывать дорогу другим. А первый раз в экспедицию пошел в студенчестве в 21 год. Тогда целью был полярный Урал. Михаил с улыбкой вспоминает, что тогда получил серьезное обморожение. Но в ту пору твердо решил, он либо станет полярником, либо отпустит эту идею навсегда. Один раз может побывать на Северном полюсе, я был 31 раз, чтобы понять, холодно, тяжело, опасно. И для романтики можно сделать только один раз. Прежде всего, очень хорошая мотивация. Второе, это, конечно, четкая совершенно подготовка. Арктика не прощает даже сейчас плохой, неуважительной, неуважительного отношения, плохой подготовки. Арктика wants you dead. Арктика хочет твоей смерти. Так 30 лет назад выразился товарищ Михаила Малахова из Великобритании Роберт Свон. И, как говорит Михаил, слова эти актуальны до сих пор. А вообще, на самом деле, это тяжелый, опасный до сих пор, рискованный труд. И не верьте всякого рода рассказам, что Арктика стала дружелюбнее. Чуть-чуть, может быть, потеплее, но поверьте, с точки зрения человека, который на этих льдах находится, так же холодно, так же опасно и так же существует опасность быть съеденным белым медведем. Михаила по-прежнему интересует историю. Он считает, что мало изучена история Северного Ледовитого океана, тех островов, которые прилегают к территории России. И в продолжение программы, которая называется «Географическое наследие», они скоро переселятся с Аляски на Северный Ледовитый океан. Так что в скором времени будут новые экспедиции. Михаил Малахов рассказал, что полярникам принято желать полярного здоровья. Редакция телекомпании «Город» поздравляет всех полярников с праздником и желает полярного здоровья. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».